здравствуйте уважаемые ребята 11 классники участники краевого этапа олимпиады по литературе вот в этом году немножко новый формат отдельно вы услышали разбор предлагаемых текстов разбор который был проведен татьяной геннадьевной кучиной и игорем николаевичем сухих ну а мы проверив ваши работы хотели бы сказать вот о тех основных недочетах ошибках и недостатках ваших работ но вот первое что в этой связи необходимо сказать это будет очень важно на процедуре апелляции и вообще это очень важно эта система критериев и система выставления оценок вот когда приходят на апелляцию ребята и спрашивают за что снизили оценку это не та постановка вопроса оценка не снижается точнее она снижается только по одному критерию это речевая грамотность вот там мы действительно снижаем вам оценки за речевые ошибки что касается всех остальных критериев при анализе художественного текста при выполнении творческого задания то мы идем не от максимума а от нуля то есть вы набираете баллы за то что вы что-то совершили что-то написали что-то увидели в тексте поняли проанализировали то есть вот сколько баллов вы набрали что это из этого складывается ваш итоговый балл и поэтому сегодня речь пойдет не столько даже об ошибках которые вы допустили их на самом деле не так уж много есть какие-то типичные речевые есть некоторое количество фактических ошибок я их упомяну но самое главное это то чего вы не увидели в тексте чего не дописали и что не додумали ну начнем мы с прозаического текста с анализа прозаического текста в этом году был действительно замечательный рассказ Михаила Андреевича Ассаргина один из лучших рассказов вот в течение наверное нескольких предыдущих лет и конечно мы многое ожидали от анализа этого рассказа но не все не все и далеко не все наши ожидания осуществились по пяти критериям оценивается анализ художественного текста и первый главный критерий это я прямо процитирую формулировку понимания текста как сложно построенного смысла цитируется Юрий Михайлович Лотман вот этот сложно построенный смысл необходимо раскрывать в динамике следуя вот художественному тексту и вот по поводу целостности к сожалению ну единичные работы могут претендовать на реализацию этого критерия именно целостного анализа практически не делал никто что необходимо для того чтобы такой анализ осуществился он может быть действительно в разной форме это может быть комментированное чтение то есть вы изначально идете по тексту вы прослеживаете его по абзацам и по ходу этого текста вы делаете необходимые комментарии это тоже возможный это тоже не просто допустимый но абсолютно равноправный тип анализа но комментарии как раз должны быть аналитическими то есть это не должна быть констатация того что вы увидели вот вы пересказываете и вот у вас комментарии мы увидели то-то то-то и все это конец это должно быть отправной точкой вашего дальнейшего анализа вот в единичных работах может быть даже если говорить о прозе в одной работе вот четко было прописано буквально чуть ли не по пунктам было прописано жанр такой-то творческий метод такой-то система образов такова хронотоп такой-то но это тоже не анализ это план анализа который предстоит написать то есть действительно перед тем как приступать к анализу вы должны вот наметить те основные аспекты которые вам необходимо рассмотреть среди них безусловно и жанр безусловные хронотопы система образов и сюжета строения и композиция самого художественного образа и язык и стилистика и так далее так далее и вот здесь совершенно недостаточно сказать что вот это жанр рассказа ну да вот те кто вспомнил об этом они написали это жанр рассказа потому что небольшой эпизод из жизни героя и потому что малое количество действующих лиц в принципе вот этим ограничились но вот если обратили внимание Игорь Николаевич в своем разборе уже говорил о некой очерковости этого текста то есть о такой жизненной достоверности текст начинается с того что многие кто живал в москве возможно встречали вот этого человека интересно еще здесь аналогия с гоголевской шинелью но многие ее увидели но опять же ограничились тем что герой напоминает нам а как я как башмачкина прежде всего родом своей деятельности любовью к собственной работе там аккуратным каллиграфическим почерком и так далее дело в том что шинелью рассказа Саргина связан гораздо более развернуто и в частности вы помните что шинель относится к циклу так называемых петербургских повестей это не первые петербургские повести в русской литературе первой петербургской повести была поэма Александра Сергеевича Пушкина медный всадник почему же повесть а потому что именно повествование повествование о жизни героя и вот с этим связаны особенности сюжета строения на которые тоже большинство из вас внимания не обратили но многие написали что рассказ делится на три части но как их только не называли начиная от названий классических для сочинения вот дескать вступление вот главная часть вот заключение и вплоть до зачина и развязки между тем все не так просто здесь три части собственно разнородные но возможно не все знают вот эту классическую градацию сюжет концентрический который сконцентрирован вокруг какого-то события и сюжет хронологический который представляет собой но своего рода вот такое повествование летописного плана в том в том смысле что она вот вот просто изображает повседневную жизнь героя да не обязательно было эти термины употреблять но вот заметить по сути конечно стоило вот такое жизнеописание героя оно действительно играет экспозиционную роль да дальше вторая главная ну пусть главная она называется часть но вот как раз здесь то и концентрируется сюжет то есть в нем внутри него есть и завязка когда двое молодых студентов подходят к главному герою и развязка когда они уже вот буквально приводят почти приносят его домой к так называемой наталье николаевне короче говоря вот вот это цельный сюжет и финальная часть но нет она не развязка это действительно скорее роль некоего эпилога который очень важен в общей структуре произведения и вот гоголевская шинель кстати она тоже представляет собой типологически подобные части жизнеописательную вот такую хронологическую далее концентрическую история шинели и финальная часть появления призрака понятно что содержательно они не не соотносят но структурно да они соотносятся и и достаточно явно что еще но вот с творческим методом кто вообще вспомнил об этой номинации к сожалению были излишне прямолинейные дескать вот это реалистический рассказ но это не соцреализм и вообще советская цензура мешала самовыражаться а вот ассаргин все-таки сумел но ассаргин был в эмиграции с 1922 года проблемы советской цензуры уже его не касались а вот что касается реалистичности рассказа конечно интересно было бы копнуть в этом направлении потому что здесь очень необычная коллизия коллизия которая как раз таки свойственно романтизму но но как говорится наоборот вот помнится было в одной работе очень запальчиво на человек утверждал что это это еще и романтизм потому что это все-таки изображение такого исключительного героя да его исключительность заключается в похожести на пушки нет безусловно ничего романтического здесь нет потому что и реализм в конце концов и реализм может изображать романтического героя только изображается своей точки зрения со своих позиций но тот дело не в этом дело в том что в романтизме есть одна такая очень интересная коллизия это коллизия несовпадения несовпадение внешнего облика человека и его внутренней сущности ну допустим если мы вспомним сиранода биржерака или если мы вспомним квазимода виктора гюго да то это как раз трагедия несовпадения прекрасная благородная возвышенная душа и ну либо безобразное тело либо ну в общем да какая-то внешняя особая некрасивость и вот здесь посмотрите как раз мы видим наоборот мы видим совершенно обычного заурядного человека совершенно такой необычной внешностью но если в романтизме вот это несовпадение априори трагично особенно если включается любовная коллизия она неизбежно там включается то вот здесь трагедии трагедии никакой нет ну и немножко забегая вперед скажу что вот может быть одной из главных таких смысловых ошибок была ваша прямолинейность такая безапелляционность это трагедия то есть вот многие говорят да это трагедия маленького человека который не прожил свою жизнь вот он жил в оболочке своей внешности в оболочке пушкинской внешности и вот это дескать трагедия невостребованности да нет не трагедия понятно что вы современные дети вы живете в другие времена когда очень востребовано слово амбициозность мотивированность лозунг вы достойны большего и так далее и поэтому с вашей точки зрения обыкновенная судьба это лузерство но нет нет в том то и дело вот это это типаж совершенно другой это типаж маленького человека человека не амбициозного бесхитростного очень многие решили что он не раскрыл свои таланты ребят но не у каждого есть дар талант да почему же он вполне состоялся в своей работе он был уважаем он выполнял ее добросовестно он был удовлетворен этой работой он приносил пользу он был счастлив в семейной жизни чего же более да вот то есть воспринимать это как трагедию не стоило бы но я говорила о том что вот реалистичность этого рассказа как раз вот в такой психологической необычной коллизии но она рассматривается именно реалистически с точки зрения типа типа вот такого маленького человека ну что ж что еще еще конечно система образов ну наверное процентов 15 или 20 работ где хотя бы в принципе обратили на это внимание но опять же остались в основном на уровне констатации здесь четыре главных образа это сам центральный герой александр терентич его жена и два студента да ну правильно верно но так а дальше а какую же роль они играют в одной работе тоже несколько прямолинейно но с другой стороны хорошо было сказано что вот эти два студента это действительно образ молодежи начала века вот ну и как всегда молодежи такой бесшабашный вольнолюбивый озорной и вместе с тем образованные студенты юристы посмотрите как они интересуются поэзии и так далее то есть вот и в эту сторону стоило конечно же пойти что касается хронотопа произведения само слово хронотоп мелькнула в одной-двух работах и далее в эту сторону тоже не копали а раскопки мужу могли бы быть очень интересные очень интересные ну мы знаем конечно если действие произведения происходит в реальном историческом пространстве и времени то на это как-то нужно обращать внимание действие происходит в москве центром действия является памятник пушкина на тверском бульваре герой живет в мерзляковском переулке то есть ну топонимы как-то нужно обдумывать и осмысливать но знаете конечно не так наивно и напрямую как как это было в нескольких работах но ты решили что мерзляковский переулок это говорящее название ну кто-то его переделал сразу переименовал в мерзлявый переулок чтобы доказать что герой там холодал голодал и вообще вел убогую жизнь маленького человека ребят нет 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 мерзляковский переулок это реальный переулок в центре москвы он как раз соединяет тверской бульвар и арбат вот небольшой такой переулочек вот то есть герой действительно выходил из собственного дома и пешком неспешно там минут двадцать он шел к памятнику пушкина безусловно люди живущие в краснодарском крае могут этого не знать ребят возможно вы еще не побывали в москве какие ваши годы ничего страшного но всегда будьте осторожны то есть если это какие-то реальные названия и вы не знаете не неуверен но не уверен как говорится не обгоняй не пиши об этом интересно было бы посмотреть на художественное пространство этого произведения сопоставив основные топосы ну конечно главный центральный смысл образующий топос это памятник пушкина который ну упрощенно говоря несет в себе семантику бытийности дом главного героя несет семантику быта да интересен конечно топос пивной вот кто-то обратил внимание что ну александр сергеевич в пивной то бы не сидел да сидел бы он ну в ресторане у талон может быть да вот то есть пивная это традиционно место сбора ну простого люда да вот студенты идут туда вот чиновник идет туда и все-таки это очень интересный топос который тоже имеет такую вот неоднозначную семантику с одной стороны ну связанную с ну с простыми людьми да связанную с какими-то разговорами задушевными ну мы конечно вспоминаем сразу раскольникова семена захар чему мармеладовым какой разговор состоялся в одной из пивных и вот в этих разговорах какая-то какая-то свобода какая-то откровенность что-то задушевное то есть вот в этом направлении тоже интересно было бы подумать ну и конечно сам маршрут точнее сама повторяемость маршрута маршрут конечно благородный каждый день из дома к памятнику пушкина и снова к памятнику пушкина но вот именно сама повторяемость замкнутость этого маршрута вот она конечно тоже значима ничего не меняется в жизни маленького человека в жизни пушкина безусловно менялась что касается времени исторического времени ну один или два человека дали себе труд подсчитать если действие эпилога происходит примерно лет через 15 после происходящих вот в основной части событий то изначально речь идет о начале века возможно там 903 904 годы ну и потом 17 18 19 и так далее вот опять же здесь не стоило быть прямолинейными кто-то попытался дать исторический комментарий и революция и повторяю там советская цензура и прочее прочее нет рассказ конечно не об этом он подчеркнуто не об этом но на памятнике пушкина была надпись это довольно известная история когда в 1880 году был установлен в москве на тверском бульваре этот памятник пушкину работы скульптора опекушина это было первое такое общенародное празднование празднование связанное с именем пушкина федор михалыч достоевский произнес по этому поводу пушкинскую речь последнее его публичное выступление но изначально на этом памятнике были слова из пушкинского памятника но в редакции василия андреевича жуковского и долго буду тем народу я любезен что чувства добрые я лирой пробуждал что прелестью живой стихов я был полезен и милость к падшим призывал то есть тогда в те времена во времена царской россии не не написали на памятнике вот это ключевое слово свобода и уже только после революции был восстановлен пушкинский оригинальный текст и долго буду тем любезен я народу что чувства добрые я лирой пробуждал что в мой жестокий век вас славил я свободу и милость к падшим призывал и конечно упоминание этого и в середине рассказа в разговоре студентов с телятином и финале вот начинается исправление этой строки конечно вводит в произведение вот эту идею пушкинской свободы идею пушкинской свободы она в общем она находится на периферии текста и тем не менее конечно же она интересна телятин это человек эпохи ну не революционной не романтической наверное не стоит говорить не стоит произносить слово застой но пусть это будет стабильная эпоха пусть это будет ну такая вот может быть некая историческая инерция ну или пусть это будут просто какие-то вот ну спокойные времена и вот тогда на памятнике было написано и прелестью живой стихов я был полезен а вот та свобода которую исповедовала и проповедовала пушкинское поколение конечно вот правильно хорошо вспомнить здесь и больно любивую лирику пушкина и деревню и увольность и в сибирь вот эта свобода она придет спустя век но она принесет с собой конечно и гражданскую войну и разруху и разрушение жизни всех ее привычных форм да и вот конечно эта идея тоже будет где-то где-то на периферии этого рассказа интересно было бы подумать в этом направлении если говорить об образе героя то да конечно это то на что обратили внимание все и во многих работах анализ текста свелся к анализу образа героя многое в нем заметили хорошо правильно заметили и художественную деталь и статику этого образа и психологическую трактовку давали но здесь повторяю главным недостатком была вот эта однолинейность и однозначность трактовок большинство склонялись к тому что это трагедия личной нереализованности ну и другой полюс правда немногие его так сочли что он дарил счастье людям видеть живого пушкина о чем мне хотелось бы сказать отдельно это у нас критерий номер четыре это использование так называемого фонового материала из области культуры и литературы историко-литературная эрудиция и вот использование литературных ассоциаций аллюзии ну вот из десяти баллов которые возможно было бы получить по этому критерию ребят ну максимум три максимум три чаще два один балл потому что к сожалению в абсолютном большинстве работ не использован потенциал контекстного анализа вот вы должны делать целостный анализ текста но он не существует в безвоздушном пространстве он существует в пространстве культуры в пространстве литературы тем более рассказ с таким заглавием с такой тематикой ну да говорили маленький человек тип маленького человека многие вспомнили башмачкина но вот башмачкин и его почерк дальше особо не продвигались кто-то естественно вспомнил что тему маленького человека в принципе начинает в русской литературе александр сергеевич пушкин образом самсона вырина образом бедного евгения и на этом пожалуй что остановились но конечно необходим контекст и пушкинского творчества да вот проблема свободы вольнолюбивые стихи вообще вот эта идея вольнолюбие связаны с живым пушкиным без нее здесь нельзя но вот одно стихотворение наверное стоило бы здесь вспомнить отдельно но про него никто не вспомнил стихотворение это называется свободы сеятель пустынный я вышел рано до звезды прямых отсылок к этому стихотворению нет сейчас объясню почему действительно можно было бы о нем подумать вот прямолинейность ваших трактовок сказалась в оценке фамилии героя телятин дескать кто-то говорит да да это говорящая фамилия по типу скотинин или кабанова но ребят не конечно вот этот принцип говорящих имен и фамилии он сохранился он пережил классицизм но он никогда не будет таким простым и лобовым конечно ну не случайно телятин и у жены его преданный был коровий взгляд но это не говорит об их животности вот именно в стихотворении свободы сеятель пустынный пушкин называет народ стадом но именно в таком знаете библейском смысле спаситесь мирные народы действительно стадо которому нужен пастырь которому нужен какой-то духовный вожак и вот тут можно было бы подумать что герой как раз не является пастырем он является вот представителем именно именно толпы именно вот такого стада но раз уж он внешне похож на пастыря но значит такую роль он должен исполнять это его ну можно сказать вот такой почетный долг да еще есть у пушкина стихотворение поэты толпа и вы помните когда телятин сидел у памятника и смотрел на людей вот он как-то разделял их на тех кто замечает и не замечает вот немножко здесь такой вот поворот в теме маленького человека первым его в русской литературе осуществил александр николаевич островский это это тема амбиции маленького человека помните карандышева юли капитон че из беспреданницы островского да вот там тоже взыграли амбиции у маленького человека и здесь не без того вот он когда примеряет на себя роль такого пастыря духовного да он уже начинает думать он уже начинает думать по пушкински водите прочь какое дело по эту мирному до вас и все-таки он настолько порядочный мирный незлобивый человек что эти мысли мелькают исключительно неподалеку памятника пушкина потом он он не живет с этими мыслями что касается семейной жизни главного героя ну конечно можно было бы вспомнить вот такие счастливые многолетние счастливые семейные пары в русской литературе начиная от старосветских помещиков и заканчивая родителями базарова ну если не не брать основную коллизию отцы и дети да вот нет это безусловно не обязательно но почему бы нет а вот что нельзя было не вспомнить это то что сам памятник пушкин уже вот именно этот именно на тверском бульваре памятник пушкина работа опекушина к 1930 году уже стал литературным фактом вот конечно от этого отмахнуться нельзя в 1924 году два русских поэта пишут произведения обращенные к памятнику пушки именно к нему это знаменитая юбилейная владимир владимирович маяковского и пушкину сергея александровича есейна и вот та самая коллизия что поэт современный поэт приходит к памятнику пушкина потому что у него есть потребность общаться с живым пушкин и вот разговаривает с него помните что маяковский помогает ну автобиографический герой маяковского помогает памятнику пушкина точнее живому пушкина сойти с пьедестала они всю ночь гуляют по тверской они разговаривают и вот это объясняет главную сюжетную коллизию этого рассказа да со стороны двух студентов была шутка озорство ну на грани какого-то даже кощунство но ведь посмотрите это была подспудно потребность пообщаться с живым пушкиным и то что началось как розыгрыш и шутка потом превратилась в страстный такой разговор да как пить как речал в пивной саша ну ты подумай ну свобода да вот то есть вот эта потребность она существовала всегда на многократного воспета и изображена и отражена в русской литературе вот если кто любит литературу современную интересуется но наверняка слышали вот это такой очень интересной пьесе михайла хей официально называется спасти камер юнкера пушкина современный тоже маленький тоже маленький человек который с детского сада не взлюбил пушкина уж насколько ему этого пушкина насильно так сказать толкали а вот потом он приходит к тому что он хочет его спасти вот он все время моделирует как это можно сделать да и в результате повторяет судьбу своего кумира если говорить о современной поэзии вот самоновейшей поэзии 21 века вы знаете вот общая тенденция возможно главная тенденция он живой он среди нас он не в пространстве урок он не в пространстве литературы он может быть тоже маленький человек вот то есть вот вот этот рассказ как раз освещает освещает вот эту линию дает ей перспективу ну пора мне уже заканчивать значит в двух словах я скажу что теоретик литературные понятия не должны быть предметом инвентаризации все таки вот как мы не говорим об этом все время в некоторых работах прямо абзац вот автор использует вот такие то выразительные средства вот они называются ну кстати называются не всегда точные примеры не всегда точные но самое главное как блог говорил третий то какой вопрос зачем то есть что как но самое главное зачем не делайте отдельный стилистический анализ текста он должен входить у вас в анализ художественного образа в анализ сюжета вот там по ходу старайтесь делать эти наблюдения ну и что касается речевой грамотности вы знаете она страдает в основном двух случаях во первых когда вы хотите сказать красиво ну хочется сказать красиво хочется сказать во вторых когда хочется сказать умно умно я бы даже сказала да употребить побольше каких-то вот понятий терминов умных слов можно повеселю вас и прочитаю несколько примеров что из этого иногда получается вот например пишут неповторимая аура пушкина обитает в духе русского реализма и романтизма но ребят аура она не может обитать это некая эманация энергетическая да она не перелетает с места на место или допустим этот эпизод смело прописывает многоточие ну что здесь субъект а что объект понять трудно или допустим в первом абзаце автор положил вуаль загадочность вуаль не шляпа не перчатки положить ее нельзя или например мы можем воспринимать личность героя только под призмой мнений но сквозь призму можно под призмой нельзя под гнетом если только в общем когда георгий адамович свое время георгий викторович адамович упрекнул марину цветаева в том что она дескать не хочет порадовать читателя красивыми переплесками слова она не столько возмутилась сколько она изумилась то есть поэт вообще в принципе не ставит себе задачу кого-то радовать красивыми переплесками слова его задача дать вещь максимально точно вот и ваша в сущности задача и в олимпиадных работах и в егэ которая вам вскоре предстоит сдавать не стремитесь к красивости стремитесь к точности к точности формулировок к точности выражения вашей мысли но самое главное естественно иметь эти самые мысли все спасибо вам за внимание сейчас продолжит ольга александровна и расскажет о анализе лирического текста который она самым внимательнейшим образом вчитывалась здравствуйте ребята выступала перед вами Елена Викторовна Засомова доцент кафедры истории русской литературы теории литературы и критики кубанского государственного университета и заместитель председателя предметно-методической комиссии всероссийской олимпиады школьников по литературе я же гримова ольга александровна доцент той же кафедры и председатель предметно-методической комиссии по литературе говорить мы с вами будем о преимущественно недостатках потому что о достоинствах вы узнаете из работ из баллов из наших кратких комментариев сосредоточиться в своем разборе я хочу на том что не получилось потому что именно такой разговор такой ракурс разговора кажется мне наиболее продуктивным самый главный недостаток с которого хотелось бы начать потому что он системный и если он допущен он влияет на качество анализа очень глобально это отсутствие понимания художественного текста как эстетического феномена безусловно стихотворение которое было дано для разбора вырастает из очень понятной человеческой эмоции из страха смерти из ощущения печали по поводу устремленности человеческого бытия к финалу но сама по себе эта эмоция и ее констатация она не сильно интересна поскольку банально это то что известно всем и если вы остаетесь на уровне констатации вот этого факта то получается то что получилось собственно наверное в каких-то 70 процентах работы вы не поднимаетесь вот с этого уровня банальности получается я приведу несколько вариантов выводов которые прочитала но к сожалению они они повторяют из из работы в работу вы пишите что-то вроде того что юрий левитанский говорит своим читателям друзьям живите достойно и тогда смерть вам не страшно еще в одной работе я встретила очень оригинальный пассаж о том что стихотворение ощущается некое желание юрия левитанского пожить проблема в том что художественный текст появляется именно тогда когда некая житейская эмоция пропускается сквозь призму эстетического восприятия сквозь призму культуры и интересно именно то чем она обогащается пройдя сквозь ну вот эти вот культурные фильтры условно говоря и выявить интересно именно вот это если а забыла забыл процитировать еще один очень показательный фрагмент который появляется тогда когда вы видите в авторе просто человека который решил поговорить с вами но ну вот так вот случилось что выбрал стихотворную форму ученик пишет лирический герой очень похож на автора в юности это стройный молодой человек среднего роста энергичный и жизнерадостный на его глазах происходят открытия в области науки все дороги открыты перед ним герой жажды хочет пройти их но понимает что смерть придет и за ним и поэтому хочет пожить прекрасной жизнью вот когда когда происходит вот так то понятно что ну как то как то вы выстрелили не в цель как то как то это очень далеко от того что хотел сказать автор и как то это очень обыденно непонятно зачем тогда писать такое стихотворение и зачем тогда писать такой анализ мы все ощущаем что вот в нашей обыденной логике что родиться в общем это радостно а умереть уже не очень но у левитанского если если мы задумаемся его тексте мы поймем что там происходит ну такая как бы такое изменение этой оппозиции превращение ее не в оппозицию точнее левитанский сближает рождение и смерть так как это эти оба события предзаданным человеку это оба предзаданных человеку обстоятельства в одной из работ это осмысливалось через лингвистику текста ученик подчеркивал что для описания рождения и смерти для перифрастического описания поэт выбирает слова однокоренные восход и заход не восход и закат а заход вот у них общий корень потому что для левитанского в общем рождение и смерть сближены потому что ни то ни другое человек не выбирает и в такой огласовке мысль становится интересной если мы смотрим на текст как на транслятор какой-то обыденной эмоции мы к сожалению не видим его событийность мы привыкли что событий эпический текст но между тем лирический текст событий не менее просто его событийность локализируется локализуется в другой сфере она ментально она касается происходящего во внутреннем мире человека эта событийность это какая-то внезапно пришедшая мысль или внезапно осознанное чувство как формулировал то гегель а лирика имеет дело с внезапно осознавший себя душой а вот этот поворот он всегда есть в хорошем лирическом тексте и хочется чтобы вы чувствовали именно вот это движение этот внутренний сюжет лирического текста а безусловно в тексте левитанского это сюжет о прозрении когда из от мысли о закольцованности человеческой жизни человека между жизнью и смертью которую между рождением и смертью которую он по сути не выбирает лирические лирическое я приходит к идее о том что есть что-то что не предзадано да и в финале речь идет о свободе выбора собственной смерти а имплицитно речь идет и о выборе собственного пути того как я приду к этой смерти да я к ней приду но важно как я к ней приду по каким путям я к ней приду и вот здесь уже ситуация предзаданности снимается и очень важно было проследить этот внутренний сюжет о ну вот именно про зрение а в тексте левитанского именно здесь происходит самая интенсивная интертекстуальная подсветка которая оказалась этот фрагмент оказался но одним из самых сложных для интерпретации я имею ввиду вот что и вдруг поймешь ты жизнь успел прожить и задохнувшись годы пролетели вдруг ощутишь как твоего чела легко коснулись вещи крыла благословенной пушкинской метели здесь конечно достаточно и и было несколько работ в которых узнали интертекстуальную отсылку к пушкинскому пророку а когда там перстами легким и как сон моих зениц коснулся он пророк текст о преображении вот именно именно здесь происходит вот эта ситуация инсайта когда вдруг то что не имело выхода получает осознание того что выход есть и вот отсутствие понимания этой событийности приводит к достаточно странным трактовкам казалось бы достаточно прозрачного образа то есть вот эти вот вещи крыла благословенной пушкинской метели интерпретировались то как прикосновение к человеку смерти то есть вы видели в этом описание процесса умирания непонятно тогда почему метель пушкинская если она несет смерть а некоторые видели в этом метафору описывающую поседевшие волосы седину и так далее то есть не учет вот этой внутренней событийности лирического текста не умение ее отслеживать а сведение текста каким-то очень простым набором житейских истин каких-то каких-то банальных очень констатаций он делает вас незрячими по отношению к тексту приводит в достаточно произвольным интерпретациям было все все работы с точки зрения их композиционного построения об этом елена викторовна уже частично сказала их их можно разделить на все все неудачные работы можно разделить на две такие части в ваших анализах лирического текста тоже были работы написанные по модели комментированного чтения когда вы видите лирическое стихотворение как совокупность каких-то таких значимых высказываний автора преимущественно как человека мудрого человека и начинаете давать свою интерпретацию этим высказыванием чаще всего эта интерпретация достаточно произвольная от такой композиционной модели нужно всеми силами стараться уходить и столь же неудачное построение тогда когда вы очень жестко разграничиваете содержание и форму художественного текста когда вы отдельно перечисляете аспекты содержания как правило вы это делаете в начале работы там формулируется что тема стихотворения такая-то философская проблема такая-то встреча человека со смертью и идея такая-то нужно правильно прожить жизнь и тогда тебе смерть будет не страшно и отдельно дается перечень формальных элементов которые содержанием если и связаны то очень слабо а чаще всего вообще не связаны если вы а это тоже процентов 70 всех прочитанных мной работ используете такую модель это ясно говорит мне как собственно проверяющему оценивающему ваши работы о том что как бы природу художественного текста вы тоже понимаете очень приблизительно потому что в художественном тексте ну и в лирическом в частности нет отдельно формы и нет отдельно содержание есть различные уровни текста как сложно построенного смысла этот смысл растворен абсолютно во всех уровнях его вообще нет как отдельной субстанции а и ваша задача найти работающие уровни то есть те уровни на которых возникает эстетический эффект и описать аналитически как они работают и в результате этого а вы придете к некоему суммарному смыслу вот в том случае если ваш диалог с автором состоится а иначе вот этот вывод вашего анализа превратится ну кто во что он и превратился в хрестоматию каких-то ходячих истин банальностей что в общем было достаточно уныло читать в одной работе я даже встретила такую значимую проговорку в неплохой кстати работе а человек пишет и художественные средства обретают целостность и единство с основной структурой текста то есть есть как бы основная структура а к ней пристегнуты художественные средства ну которые нужны для того чтобы как-то эту структуру там украсить декоративным элементом не делайте так пожалуйста очень хорошо когда очень хорошо получалось в тех случаях когда помимо традиционных литературоведческих ну условно скажем приемов как бы пользуясь классической привычной вам терминологии хотя повторюсь никаких отдельных приемов нет есть уровне текста а когда помимо классических там метафор метониме эпитетов вы обращаетесь к лингвистике текста к лингвистическому анализу ну вот один из таких удачных вариантов а был в работе в которой учащийся заметил что несмотря на то что смерть это один из главных концептов текста сама лексема смерть гибель ну или другие синонимичные да лексемы не встречаются в собственном тексте да и как бы происходит в работе не было так написано был бы хороший вывод о том что уже сам этот по сути лингвистический акт такое табуирование смерти как бы связан с идеей преодоления смерти словом идеи в общем базовой для литературы и для этого текста также важным а был бы был бы наверное хороший вариант посмотреть на словарь этого стихотворения я его специально составила и и допустим продуктивным было бы наблюдение о том что скажем большинство глагольных форм в этом тексте они обозначают либо незаконченное действие там очень много депричастных форм повторяя есть причем это депричасть такого несовершенного времени сходя на нет старея и так далее либо глагольных форм которые лишены временных маркеров да прежде всего это инфинитивы то есть вот эта идея борьбы со временем которая неизбежно нас влечет к нашему финалу в общем пронизывает лингвистику текста и было бы интересно увидеть больше наблюдений над этим уровнем этим уровнем текста к сожалению несмотря на то что многие из вас выбрали именно стихотворный текст как объект анализа собственно стиховенческого анализа произведено ну практически не было или он был произведен недолжным образом очень важно здесь точно так же и когда вы работаете с приемами поэтического языка не просто называть какие-то наблюдения которые вы совершили допустим да что стихотворение написано ямбом или то что она написано вот такой то строфой или вот с такими то типами рифмовки хотя правильно их не определил не описал корректно практически никто там очень нестандартная конечно рифмовка сколько нужно сделав это наблюдение рассказать а собственно зачем она здесь вот эта мысль о которой уже говорила елена викторовна да очень важный вопрос а зачем допустим было бы интересно наблюдение что при том что в этом стихотворении такая классическая метрика вот она уравновешивается более чем не классической строфикой а и рифмовкой здесь очень много не зарифмованных строк холостые так называемые стихи но в некоторых случаях смежные рифмы зарифмованы две строки а в некоторых случаях зарифмованными оказываются три стихотворных строки причем там где их три они соединяют строфы то есть строфы соединены при помощи рифмы и само вот это наблюдение оно могло бы дать интересные выводы поскольку для левитанского очень важна идея выхода из предопределенности выхода из некой повторяемости которая там закреплена в образе зеркала такого зеркала отражающего самого самого себя зеркал отражающих друг друга а вот собственно такой способ рифмовки и иллюстрирует идею выхода из зацикленности йными словами там три 3 на три зарифмованных строки преодолевают вот эту смежность да две зарифмованных строки и вообще выход из зарифмованности в свободнуюourd не зарифмованный свободную от рифмы а значит от предопределенности да пусть даже это предопределённость звуковая, выход к такой строке, он, собственно, изоморфен идеей выхода из цикла, который транслируется на уровне содержания. Очень важно, что вот эта связь стров при помощи рифм работает для трёх стров, первый, второй и третий, а вот не работает для четвёртой. Четвёртая строфа, вот там эта связь разрушается. То есть именно в той строфе, где речь идёт о свободе выбора, о том, что человек свободен хотя бы в том, чтобы выбрать свою смерть, вот эта соединительная рифма, она отступает. Лирическое «я» освобождается, и это транслируется на уровне, вот такой полностью освобождённый рифм. То есть, как бы, да, эта четвёртая строфа, она отпущена и в рифменном смысле тоже. А рифма здесь и способ смыслового акцентирования. Допустим, семантически нагруженная, кажется мне, рифма, и постепенно в них, сходя на нет в зеркалах, там за чертой, за гранью дней и лет, последним звуком нисходящей гаммы. Вот здесь зарифмованный «нет» лет, и здесь тоже транслируется вот эта идея победы над временем. Очень важен здесь, почти-почти никто не взялся проинтерпретировать вот эти странные строчки, заключённые в скобки, а между тем тут они очень важную функцию выполняют, поскольку для этого стихотворения, мне кажется, для его формы в высшей степени свойственна изоморфность формы и содержания, то есть ситуация, когда форма строится по тому же смысловому принципу, что и содержание. Допустим, содержательный Левитанский говорит о жизни, как о небольшом пятачке, заключённом между двух безн. Если мы посмотрим на первые три строчки стихотворения, и такая конфигурация потом ещё повторяется, между двух небес, в скобках начала и конца, между двух стихий. По сути, здесь фраза, размещенная в скобках начала и конца, служит такой перемычкой между двумя совершенно идентичными элементами. То есть нечто, что вклинивается между двумя повторяющимися элементами, вот это инвариант и формы, и содержания этого текста. Хочется сказать и о работе с историко-литературным контекстом. Елена Викторовна об этом начала говорить. Я продолжу. Вы знаете, что присутствие такого контекста – это один из параметров оценки ваших работ. И поэтому есть такое ощущение, что многие включают в свою работу отсылку к некоему контексту только для галочки, чтобы она была и чтобы получить условный зачёт по этому критерию. Если вы получаете балл за вот такую просто номинальную отсылку, то этот балл будет всегда минимален по одной простой причине. Литературный исторический, точнее литературный, простите, контекст будет работать только если он продвигает ваш анализ, только если он куда-то вас ведёт. Если вы, сопоставив два текста, что-то поняли о вашем базовом тексте. Поэтому, допустим, не очень продуктивно было сопоставить Левитанского и Есенина. Мы теперь уходим понемногу. И написать, что оба поэта печалятся по поводу того, что человеческий удел финалистично устремлён к этому концу. Потому что это сопоставление ничего не проясняет на самом деле в Левитанском. Это и так понятно. Вот, допустим, работающий контекст, встреченный мною в одной очень хорошей работе, просто немножко недокрученный, состоит в наблюдении, что ну вот мотив зеркала, да, который так важен для этого текста анализируемого, важен также для стихотворения Ходосевича перед зеркалом и для поэмы Есенина «Чёрный человек». И вот такой контекст будет гораздо более продуктивен, потому что при текстах у Ходосевича и у Есенина и вообще это такое культурное общее место, скажем так, очень часто встречаемая идея. Зеркало связано с авторефлексией. Я смотрюсь в зеркало, и это перефраз как бы самоосмысления, способа понимания себя. И это так в действительности у Ходосевича и так у Есенина. А у Левитанского не так. Смотря в зеркало, Левитанский осмысливает человеческое бытие в целом. Я его вообще не сильно интересует. Он про «я» уже всё понял. Там местоимение «я» напрямую не встречается, а встречается просто в протяжательной форме «мой». Он осмысливает обречённость вообще человека на рождение и смерть и на выход из этой обречённости. И вот здесь его внимание, вектор его внимания не направлен на «я», что традиционно в культуре семантизировано мотивом зеркала. То есть он расширяет сферу действия этого мотива, что ли. Ещё один вариант работающего контекста, допустим, такой. В связи с тем, что там упоминается Шекспир, ученик пишет о том, что вот герой его известной трагедии, Гамлет, задаётся вопросом, быть или не быть. А у героя Левитанского такого выбора нет. Действительно, такого выбора нет, но есть выбор другой. И в работе эта смысловая линия была прочерчена. Такой контекст можно признать работающим, попадающим в цель, собственно, заслуживающим более высокой оценки. Если говорить о тех контекстах, которые должны были появиться и не появились, те, которые должны были отработать в связи с этим стихотворением, большинство обращалось к классике Золотого века. И здесь были очень предсказуемы Пушкин, его пророк и его памятник, и ещё несколько памятников, и Державинский, и Ломоносовский. Почему-то от внимания и сферы внимания авторов олимпиадных работ ускользнул целый спектр текстов, на которые, как мне кажется, русский второй серебряный век, а именно так в литературоведении называют 70-80-е годы XX века, вот ряд текстов, на которые именно эта эпоха обращена, к которым эта эпоха обращена существенно больше. Во-первых, это поздние классики, и прежде всего Тючев, видящий человека всегда перед лицом бездны, и, допустим, создавший образ души, как же лица двух миров. И, конечно, главным образом это русский модернизм, который видел человека, вот для него очень важна идея заключённости между двух бездн, как метафоры и внутренней раздвоенности в том числе, и какой-то его такой глобальной трагичности, его участи. И в этом контексте, конечно, вспоминаются и стихотворения «Две бездны» Мережковского. Важно, что в этом тексте рифмуется с предложенным стихотворением не только образный строй, оно тоже кумулятивное, нанизывание вот этого «две-две-две», вот точно так же, как и в этом стихотворении, но и внутренний сюжет стихотворения, когда констатируется, что, да, человек распят между, заключён между двумя этими безднами, но из этой распятости возможен выход. По Мережковскому это другой выход. Нужно стать самому своей бездной верхней и нижней, то есть нужно пересоздать свою реальность так, чтобы они тебе не были предзаданы, а ты сам определял их, собственно, значение. Но само движение лирического сюжета здесь будет идентичным. Здесь, конечно, вспоминается и стихотворение Вячеслава Иванова «Любовь», построенная абсолютно по той же риторической модели. Мы там, там постоянно два грозой зажжённые ствола, и там постоянно эта двойственность, бинарность и так далее. Вспоминается, безусловно, в связи с финалом стихотворения Левитанского, стихотворение Гумилёва «Выбор», вот с этой очень важной и также приходящейся на финал идеей о том, что единственное, что может выбирать человек, несравненное право самому выбирать свою смерть. Контекста Серебряного века очень не хватило во всех работах, наверное. Буквально ещё на паре аспектов остановлюсь, о которых просто не могу не сказать. Наверное, сильнее всего страдают ваши анализы от неумения работать с субъектной структурой именно современной лирики. Проблема в том, что изменения, которые произошли в этой структуре по сравнению не только с классической лирикой, но и с лирикой Серебряного века, настолько глобальны, что когда вы начинаете говорить о лирическом я, лирическом герое, лирическом субъекте, возможно, разные версии здесь, в современном тексте по той же модели, по которой вы анализируете текст Пушкина или Лермонтова, то получается, что в вашей сети слишком крупные ячейки, вся рыба проходит мимо. Если вы не пытаетесь понять, что то я, которое говорит с вами из современного текста, это не то я, которое с вами говорит из текста Пушкина, вы теряете очень много. Проблема в том, что современный субъект высказывания утратил равенство самому себе. Он не гомогенный, он не однородный на протяжении всего текста, он протычен, он может меняться даже внутри одного стихотворения. И он не классический лирический герой, который есть сам одновременно объект своего высказывания, и субъект, и объект. Вот в данном стихотворении, конечно, нуждалось в особом описании именно присутствие этого я и его речевое поведение, скажем так. Если бы вы попробовали это сделать, там были всего лишь, по-моему, две работы, в которых была предпринята попытка описания этого уровня текста, но очень робкая попытка. Если бы вы попытались это сделать, вы увидели бы интересные вещи, вы увидели бы, что в завязке вот этого сюжета, там, где речь идет о обреченности человека на распятость между двумя этими, началом и концом, в общем. Речь идет от некоего такого всеобщего «мы», которое номинально там представлено местоимением «ты», но под этим «ты» подразумеваются и говорящие «я», и «все». Но поскольку подразумеваются все, вот это «я» там не фигурирует, это некая общая участь. Затем это номинальный «ты» сменяется на персональный «ты». появляется некий мой друг, который в нескольких работах был совершенно некорректно интерпретирован как «моё отражение в двух зеркалах». У Левитанского очень важно, что это не автокоммуникация, это не коммуникация с самим собой, это именно коммуникация с другим. Вот когда появляется «ты» как конкретный друг другой, тогда же в стихотворении появляется конкретное «я». Левитанский – это «я» не педалирует. «Я» как прямая номинация там не появляется. Там она появляется косвенно, в притяжательной форме, там появляется мой, но все равно это некий след персональности в структуре этого текста. И когда эта ситуация меняется, когда появляется «я» и «ты», в тексте очень многие координаты становятся на свои места. Объясняются вот эти скобки, в частности, которые, повторюсь, почти никто не пробовал объяснить. Они становятся, вот эта мысль, заключенная в скобки, становятся попыткой пояснить свои слова, свою рефлексию не столько себе, поскольку зачем объяснять себе, сколько кому-то другому. И значимо, что прозрение приходит о том, что выход есть. Именно тогда, когда осуществляется диалог. Для Левитанского, чье поэтическое мышление сформировалось в эпоху шестидесятничества, идея диалога, идея о том, что я становлюсь собой, только отразившись в зеркале чужого сознания, принципиально важна. И необходимо здесь вписывание этого текста в поэтику его именно таким образом построенных стихов. Допустим, здесь стоит вспомнить упомянутые кем-то стихотворения послания юным друзьям. Органичной моделью его текстов является диалог. Ему неинтересно как бы эту истину понимать одному, приходить к этой истине одному. То есть это стихотворение не только даже о преодолении несвободы, но еще и о том, что я понимаю себя только когда появляется другой. Еще один значимый аспект, последний он будет, который необходимо иметь в виду, обращаясь к современному тексту. И без этого, пожалуй, тоже не имеет смысла работать с современным текстом. Нужно понимать, что в современном тексте существенно меняется модель словоупотребления. То, как слово употреблялось, вообще функционировало в классической поэзии, и то, как оно функционирует в современной поэзии, это очень разные способы работы, это очень разные способы функционирования. Слово классического текста, тропическое слово, как правило, слово нагруженное переносными значениями и закрепленное в культуре. Его значение формируется, исходя из культурной традиции. Это слово, которое Лидия Гинсбург описывает как дедуктивное. Слово в современной лирике, как правило, нестилевое. То есть, если оно тропическое, то оно очень сильно трансформировано, но тропичность очень часто соседствует с нестилевым словом, то есть со словом, не нагруженным переносными смыслами. И здесь, допустим, ну и это только верхушка айсберга. Если вдумываться в то, что происходит, в то, как слово работает в современном тексте, то, в принципе, можно отдельный сюжет анализа выстроить только на этом. И здесь, допустим, очень явно, что это слова, они принадлежащие не только к разным функциональным стилям. Ну, допустим, крыла вот этой благословенной пушкинской метели, явно слово с ориентацией на способ функционирования его в лирике XIX века. И, допустим, кресло. Очень важен здесь тот образ, в отношении которого интерпретации тоже глобально разошлись. И, наверное, корректных здесь не было именно в силу невнимания к функционированию слова в современном тексте. Я имею в виду образ Бардабрея. По идее, Бардабрей, как и кресло, должен был функционировать здесь как нестилевое слово, то есть слово культурно ненагруженное, без каких-то дополнительных коннотаций. Но тогда здесь нужен был бы парикмахер. Левитанский использует именно вот эту лексему Бардабрей, выводя её таким образом с уровня нестилевого слова на уровень слова культурно нагруженного. И, конечно, оно интертекстуально подсвечено реминисценцией из Мандельштамовского стихотворения о том, что власть отвратительна, как руки Бардабрея. Очень важно, что... Это очень важно для понимания того, что, возможно, здесь понимается под этим образом, потому что в ваших интерпретациях ну, разброс был велик. В каких-то работах я встречала, что Бардабрей на самом деле это муза. В других работах была идея о том, что это харон, переправляющий людей вот на ту сторону, условно. Кто-то Бардабреем назвал друга лирического героя, кто-то увидел в нём священника, который пришёл исповедовать умирающего, потому что его уже коснулась благословенная пушкинская метель, он умирает, и вот Бардабреем пришёл его исповедовать. Если мы учтём вот эту вот семантическую нагруженность, функционирование этой ликсемов в предшествующей культурной традиции, а именно в модерне, вспомним о Мандельштаме, то мы поймём, что... В общем, понятно, что Мандельштам в первоисточнике пишет так о Сталине и шире о любой тоталитарной власти, но когда Левитанский вводит в свой текст эту ликсему именно в таком виде, понятно, что речь идёт в целом о чём-то отвратительном, но одновременно подчиняющем себе. И, ну, вероятнее всего, как бы, да, конечно, так транслируется его мысль о смерти, образ смерти. И здесь происходит очень интересный процесс. То, что должно было быть нестилевым словом, приобретает функции мифа, такого авторского, своеобразного мифа. И таким образом язык текста существует на пересечении трёх таких функциональных пластов. У нас есть словоупотребление по типу XIX века, тропическое словоупотребление. Есть нестилевое словоупотребление, когда в лирический текст включается слово, не нагруженное поэтическими коннотациями, слово, как бы взятое из самой жизни, употреблённое в прямом слове, в смысле, например, кресла. И слово миф, функционирующее как миф, восходящее фактически к архаике. Вот для современного поэтического текста характерно именно существование нескольких образных языков синхронно, одновременно. И если вы попробуете, может быть, даже без терминологии, но увидеть, что перед вами слова разной функциональности, функционирующие по разным законам, то из этого могли бы получиться тоже интересные наблюдения, но, к сожалению, не получились. На этом разбор ваших анализов лирического текста хотелось бы закончить и несколько слов сказать о том, как вы справились с творческим заданием, к сожалению, справились также не очень успешно. Несмотря на то, что большинство участников правильно определило литературное произведение, к которому были сделаны иллюстрации, все же общий уровень работ представляется невысоким. Очень редко при характеристике рисунков употреблялись такие понятия, как наложение планов, гротеск, контраст, кубическая стилистика, лейтмотив, понятия, позволяющие судить о вашем понимании соотношения визуального и текстуального. Также сложно далась вам связь между иллюстрациями и образами поэмы. Даже начальные стихи поэмы «Черный вечер, белый снег», которые задают контраст, дуалистичность и подсказывают стилистическое решение иллюстрации, никто не процитировал. В большинстве работ преобладает описание изображаемого, то есть сюжета рисунков, но гораздо меньшей степени говорится об экспрессии, образности, приемах и манере художника. Очень много замечаний мы высказывали по поводу стиля работ, много избыточно затянутых вступлений, много разговоров на общие темы, неуместных выражений, таких как «Вы насладитесь этими работами», «Перед вами прекрасные картины» и тому подобное. Проверяющие отмечали, что не все участники отчетливо понимают, что они пишут не провинциальный рекламный текст, о статью, сопровождающую иллюстрации в альбоме по изобразительному искусству. То есть еще одна проблема здесь — это нечеткое понимание прагматики текста. Вашей задачи, то есть на какую цель этот текст был направлен, к какой аудитории он был обращен. Вашей целью было не прорекламировать выставку, не прорекламировать альбом, а собственно создать скорее искусствоведческий текст. Эти недостатки представляются проверяющим вследствием общей невысокой стилистической культуры и в частности жанровой. Авторы работ не всегда хорошо понимают, что уместно и что неуместно в статьях предложенного жанра. Еще более сложно обстоит дело с восприятием искусства, тем более искусства авангардного и художественной культуры. Проверяющие отметили, что у учащихся практически нет ключей для прочтения и авангардной живописи, и тем более современного искусства, а также нет лексикона для его описания. На этом хотелось бы разбор завершить. Несмотря на все сказанное, мы поздравляем вас с тем, что вы осуществили эту работу, этот очень важный этап в вашей жизни. Надеемся, что все сказанное поможет вам улучшить работу, что-то понять, что-то переосмыслить и, возможно, в следующий раз показать лучший результат. Спасибо за внимание. Продолжение следует...